Спонсор показа – наш интернет-магазин umabook.ru. Все доходы от продажи направляются на содержание сайта umma.ru. – Один важный хадис. Это уже вторая тема сегодняшняя. Вот он. Та тема, ну, одна из тем, по которой меня критикуют. Но критикуют меня разные – суфисты свое, саляфиты свое, критикуют. Хотя я все обоснованно всегда говорю. А это критикуют меня те, кто фанатично следует ханафитскому мазхабу. И говорят, вот Шамиль такой-сякой. Этот хадис, эту тему я написал еще лет двадцать назад. Эта тема называется «Объединение молитв в затруднительных ситуациях». И в моих книгах она есть по мусульманской молитвной практике nauma.ru. И как раз я просто увидел этот хадис, думаю, дай его процитирую. Потому что на самом деле он важен. К сожалению, в большинстве случаев люди, говорящие от имени религии или цитирующие аяты и хадисы, они лишний раз боятся на себя брать ответственность, даже если просто не хотят лишний раз оказаться под информационным ударом. Хотя, например, по этой теме есть достоверные хадисы. Здесь Нишамиль ничего не выдумал. Все четко, ясно, понятно. Но в свое время написал большой материал богословский, где все это подробно пояснилось с мнениями ученых. А сейчас лишь, если что, nauma.ru прочитайте в поиске на сайте «Объединение молитв в затруднительных ситуациях». Там прямо подробно со всеми хадисами, с мнениями ученых, там с подвижников, потом ханафиты, шафииты и так далее. И так как я сам практик и знаю этот хадис, бывают случаи, когда ты как раз применяешь его в жизни. Это не на постоянно. Ну, на постоянно взяли шииты этот хадис, но это, конечно, уже слишком перебор. Ну, у них свое там обоснование. Хадис – это свод хадисмам аль-Бухари, в том числе опять же. Пятьсот сорок третий хадис, ну, в данном издании. Иногда один-два в номере там бывает чуть-чуть сдвиг при переизданиях, но наверняка он везде. Пятьсот сорок третий. И при желании можно его найти просто по началу самого хадиса. То есть посланник Божий, находясь в Медине, он совершал семь и восемь. Зохра и Аср, Магриб и Айша. И сказал Аюб, что, возможно, это была дождливая ночь. И тут идет ответ Ибн Аббас – Аса, возможно, это хадис, который приведен еще в нескольких местах, еще в Бухаре он приведен. Хадис довольно известный, четкий, понятный, ясный. Он о чем? Нет, это не сафар. Здесь же семь ракетов и восемь ракетов. И причем, если эту тему я раскрыл, подробно привел, там несколько есть хадисов, это один из них. И там четко ясно написано, что пророк Алей в этот период не был мусафером. Это раз, во-вторых, семь и восемь. Ракет – это сколько? Если сафар, то там четыре и пять будет. Два – два, три – два. А здесь это четыре-четыре и три-четыре. И, в общем, промежутки времени. Не знали эту тему, что ли? Нет. Просто в Медине вообще. Какой хадж? Он в Медине находился. Прямо в хадисе сказано. Ой, ты смотри. Я все думаю, что все, что мы с вами за эти 23 года читали, изучали, вы все знаете. Пора уже старые темы поднимать, да? Хорошо. Здесь в комментарии как раз. Прочитаю вам один из комментариев здесь. Некоторые ученые сказали о том, что вот это объединение без сокращения, то есть не являясь мусафером, ты объединяешь, но не сокращаешь. Некоторые ученые сказали, что это, наверное, по причине болезни. Имам Наввы тоже к этому склонялся. Но Аскалянин говорит, извините, здесь нужно уточнить. . Вот как раз Аскалянин говорит, послушайте, если это было из-за болезни, то есть посланник Божий совершил четыраката Зохра, за ним сразу четыраката Асра. А потом уже, когда время Магриба Аиша было, Магриб – трираката и четыраката Аиша. Говорят, ну, если вы говорите, что он это из-за болезни сделал, но тогда и те, кто были за ним, молились за ним, они тогда должны были также иметь этот Удзр, эту оправдательную причину. То есть они тоже должны были по болезни, но они-то все просто в обычном порядке за ним молились. Шииты, не шафииты, шииты, Иран, они взяли это на постоянной основе. Поэтому порой некоторые говорят, они совершают три намаза. Да не совершают они три намаза. Они просто вторую, третью, четвертую, пятую объединяют. Прямо сразу, чтобы джамаатом и то и другое совершить. Этот хадис, его никуда не выбросишь, но это несколько хадисов есть, они достоверны. И причем, когда ученые говорили, ну, наверное, по этой причине, по этой причине. Да нет этих причин, на самом деле. То есть чего-то особенного не происходило. И здесь как раз Аскалян говорит, то есть объединял это вместе со своими сподвижниками. То есть все они больные, что ли, были? Нет. Ну, там эта тема подробно я ее расписал. Суть в том, что в исключительных случаях, в исключительных случаях, я это назвал все время объединения молитв в затруднительных ситуациях. Такое возможно в нашей полосе, когда это актуально. Нет, когда летишь, ты мусафир. Когда летишь, ты мусафир. Здесь это можно, когда ты летишь куда-то, в дорогу выезжаешь или летишь или едешь. Например, сейчас время Зохра. Ты находишься дома. Ты собираешься выехать… Нет, я сейчас ваш пример приведу. Ты собираешься выехать в дорогу. Но в дороге у тебя могут возникнуть сложности с асром. Поэтому ты дома, вот с учетом этого хадиса. Пророк Алейхи так и делал. Там несколько хадисов есть в этом материале, можно почитать. Они достоверны. Он так и делал. То есть, находясь дома, ты не имеешь права… Ты еще не мусафир. В Москве ты где становишься мусафиром? Когда? Да, ты выехал за Мкат. Мусафиром становишься, когда ты выехал за границу города. Москва – это Мкат. А ты дома. И так, чтобы спокойно, как бы не нужно усложнять что-то. Да, я тоже в разных самолетах даже порой маленьких там омовение совершал. Да, еще хорошо, более-менее гибкость есть. А если человек посерьезнее размерами, да, у него там он весь этот разнесет, весь этот туалет. Или весь перепачкается там, весь промокнет там, все там обольет. То есть нужно в разумных все это должно быть с пределами. И нужно понимать эти тонкости. Потому что молитва, она в каждом дне. Пять обязательных молитв. Человек дома, но он выезжает. И он доедет до точки назначения, доедет или долетит как раз вечером или ночью, когда уже будут нагребы и аща. Он сразу зухр и аср совершает. Но сокращает? Нет. Потому что он еще не мусафир. Он не выехал за границу города. Но с учетом вот этого хадиса, достоверного, он совершает зухр и аср, не сокращая. Один за другим. И они оба совершены своевременно. То же самое, если человек, ну вот, у него там с омовением проблемы. То есть в разных условиях бывают люди. Зухр выходит. Он намерение делает. И во время асра уже зухр и аср там один за другим. Домой приезжает или там куда-то приезжает, омовение совершает. И зухр и аср вместе делают четыре акета. По четыре. Четыре-четыре. Как исключительный случай. Магриб – то же самое. Магриб можно подвинуть к ища, как и аща можно подвинуть к магрибу. В нашей широте, если не брать путешествие, когда это актуально? Зимой – это какие намазы? Основном – это зухр и аср. В основном. Потому что они идут один за другим. Они один за другим, если ты будешь сидеть, ждать, сидеть, ждать, но весь день так и пройдет у тебя. Ты спокойно либо туда или сюда сдвигаешь их в исключительных ситуациях. А летом в нашей широте актуально магриб и айща. Потому что многие говорят и жалуются там и так далее. Да, согласен, мы же все люди. Они не могут на утренний намаз встать. Две вещи есть, которые помогают вставать на утренний намаз. Первое – это что? Ну, когда короткая ночь. Первое – это что? И вообще. Это тихий час в прошлом дне. Если ты, прошлый день. Потому что если ты вымотался за целый день, ты вечером заснешь и вообще не проснешься. Не то, чтобы в два часа ночи. Ты там и в шесть часов ночи не проснешься. Но если у тебя был тихий час хотя бы двадцать-тридцать минут, он дает полную перезагрузку. Ну, днем, после обеда. Вот эта перезагрузка тебе компенсирует излишек твоей усталости. Теперь дальше тебе нужно что? Пораньше лечь спать. А у нас какой вариант есть? Магриб ты читаешь и айща. Ну, так, чтобы потом никакого телевизора не смотреть. Это не об этом же. То есть ты стараешься дисциплинировать себя в вопросе сна, магриб и айща читаешь, чтобы потом на фатирь встать. Ну и все. И не надо что-то усложнять. То люди прямо там опять же там скажут, вот Шамиль, все облегчает, облегчает. Ну, что я могу сказать? Ничего не могу сказать.